Это кадры последнего интервью Жареса Алфёрова телеканалу Санкт-Петербург. Сентябрь прошлого года. Академик чувствует себя неважно, но он на рабочем месте, мысль, как всегда, остра. В этой компьютерной технологии, в развитии полупроводников, огромный вклад в физико-технического института. В лихие 90-е, самые тяжёлые времена, Жарес Алфёров руководил родным физтехом. Институт выстоял и сохранил коллектив, во многом благодаря Алфёрову. Я и в то время и за миллион бы не уехал. Просто потому, что это моя страна. Я работал в физико-техническом институте имени ЙОФа. С моей точки зрения, это был лучший физический институт страны и мира. 50 изобретений, более 500 научных работ. Главные открытия Жареса Алфёрова связаны с исследованиями полупроводников. Разработки Академика используют в производстве оптоволоконных линий в лазерных проигрывателях смартфонах. 2000-й год. Жарес Алфёров удостоен Нобелевской премии за работы по получению полупроводниковых структур, которые могут быть использованы для сверхбыстрых компьютеров. Алфёров был необыкновенным организатором. Он видел актуальные проблемы, подбирал людей для их решения и, самое главное, доверял своим партнёрам, давал им свободу творчества. Было несколько десятков групп, несколько сотен, по крайней мере, если не тысячи людей, которые работали в одном направлении и объединённые одной идеей. Вот благодаря этому, ну, до сих пор Россия в этой области абсолютно на мировом уровне. Часть Нобелевской премии Алфёров вложил в создание физико-технического лицея для одарённых детей и стал ректором-организатором нового университета, который вместе с лицеем составил научный центр. Одна из основных идей, в том числе и в создании нашего академического университета, в это, в общем, очень непростое время, когда мы непрерывно теряли наши позиции, это возрождение научной школы, которое нужно делать, прежде всего, привлекая и обучая по-новому молодёжь. Люди тянулись к Жаресу Алфёрову. Но сам, по-хорошему, азартный учёный заряжал других своей положительной энергией и в работе, и на отдыхе. Где-то это было, в каком-то хорошем месте, банкет, как полагается, надо же было тосты говорить. И вот часа полтора, а может быть даже и два, мы соревновались в анекдотах и тостах. Оба вымотались, мелкие клочья, но тем не менее. Полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, обладатель ордена Александра Невского. Энергии Жареса Алфёрова хватало на всё. Он был депутатом Государственной Думы семи созывов. Всегда был полон планов и, несмотря ни на что, оставался оптимистом. Жизнь – замечательная вещь. Замечательная. Субтитры создавал DimaTorzok